у нас интересная загадочка попалась значит втулка на промах я ось не могу провернуть совсем усилием вообще меня сил не хватает провернуть ось я думаю что она кривая потому что на вот этом вот фиксаторе точнее контрагайки прома ведь какая проточка идет со стороны видимо обо что-то трется и так вот сильно протирает внутри очень много грязной смазки либо ось кривая либо очень много песка внутри вот так вот выглядит чистая тряпочка это вот я снял два колпачка и и пыльничек с этой стороны такое количество грязи внутри втулки ось вроде бы ровная по крайней мере я неровности пока не заметил катается хорошо меняли видимо промо потому что промо маркировка одинаково них 6 3 0 1 почему-то синий другой красный красный скорее всего это оригинальный осени нам поменяли вот почему этот про . я пока не знаю я так думаю что скорее всего промо подшипник был неровно запрессован из-за этого было все немножко криво сейчас буду барабан смотреть на барабан вроде нормальный интересно на шариках он или на промах разбирается он стандарта вроде бы работает сейчас у клиенту уточню нужно ему перебирать или не нужно так клиент сказал что раз делаем колесо давайте посмотрим все полностью сделаем полнотехобслуживание что нас вот такой самодельный съемник для барабанов что магазинах такой не продается это советская очень прочная головка вытащена такие усики барабан откручивается так как будто закручивается то есть него обратная резьба этот у нас крышечка смотрим за состоянием смазки состоянием грязи такое здесь у нас все не очень чистое то есть тряпчик чистая потом она будет грязная и внутри мы наблюдаем барабан на шариках то есть у нас крутая втулка производитель на втулке вот такой же vision при этом втулочка у нас на шариках так что правильно что мы сюда полезли сейчас мы это все вытрем нанесем новую смазку я бы сказал бы что здесь много грязи смазка конечно уже в пыли уже она потеряла свой цвет смазка красная это наверно рубин скорее всего в таком состоянии она сейчас находится видите грязь присутствует имеет место быть сейчас все это почищу посмотрим на износ все отмыли все очистили есть совсем небольшой износ на дорожке но пока никаких колдобин ничего такого нету и вот это все у нас внутренности по отдельности все чистенькая непонятно только на шайбе какие-то такие зарубы качество шайбы оставляет желать лучшего по количеству смазки то есть я наношу минимум минимум смазки и затем просто всю эту смазку размазываю вообще по всем поверхностям чтобы барабана скажем так не ржавело если вода попадает смазки должно быть очень мало смазки будет достаточное количество здесь где шарики лежат а под собачками их нужно как можно меньше также я возьму барабан и сами вот эти посадочные места буквально чуть-чуть просто скажем так пленочкой покрою смазки чтобы он не ржавел внутри соответственно пока я собачки устанавливаю я их в пальцах смазанных смазкой также немножечко смазывает а сейчас у нас вся поверхность стуки покрыта очень тонким слоем смазки . очень интересная здесь достаточно длинная пружина хорошая и снизу вот эту вот резиночка я тоже снимал про прочищал тряпочкой и всю поверхность втулки соответственно тоже обезжирил сейчас у нас ни песка ни грязи вообще ничего нет сейчас будем шарики собирать приклеили шарики на смазку пинцет с такими зубчиками у меня есть очень удобной и лопаточкой распрямляю снизу донышко барабан намазали вот этого количества смазки будет очень даже достаточно еще еще лишнюю наверно выдавит а собачки нас очень легко ходят потому что смазки именно в посадочных местах под собачки немного они у нас не залипнут и сразу надо поставить вот сюда вот эти кольца проставочные которые регулируют посадку барабана вклеили шарики по всему периметру барабана изнутри теперь смажем вот эту вот дорожку видите до посадочное место наденем и закрутим закручивается на нас в обратную сторону то есть как будто откручивается и в принципе переборка барабана это закончено стоит это по деньгам у нас на данный момент 350 рублей по времени это где-то час-полтора автор все это разобрать почистить вычистить обезжирить каждый шарик посмотреть и собрать обратно вот где-то часами полтора на это уходит закручивать эту гайку надо с достаточно большим усилием потому что дальше чем проставки на дне вот эти вот такие серебристые проставочки она дальше не закрутится то есть затянули притянули и барабан после этого работает очень хорошо сейчас я попробую раскрутить одну секунду все работает очень четко смазки достаточно собачки практически бесшумные не песка не хруста нет ничего все очень хорошо чтобы подшипник лучше сел на посадочное место можно смазать вот таким тончайшим слоем смазочки совсем чуть-чуть то есть наружу смазка не нужна маска нужно только для того чтобы легче он туда поместился и для того чтобы вот эта внешняя чашка часть подшипника не начала ржаветь потом было легче выпрессовать принципе вот это достаточно восклигрированный сталь если колесо не погружать воду ржаветь ничего не будет и промо все равно менять надо ну там раз два три года поэтому проблем у вас быть не должно то есть смазывать много густо не надо можно вообще не смазывать это в этом нет необходимости сейчас мы соответственно запрессуем сейчас сюда внутри подшипника и соберем другой стороны подшипник также и соберем втулку прессовать подшипник можно следующим образом можно взять любую головку подходящую по внешнему размеру подшипника чтобы она опиралась именно во внешнюю металлическую кромку нас здесь вот подходит для этих целей замечательный 18 головка 19 тоже подойдет и дальше либо молоточком очень аккуратненько но мы можем шарики повредить либо можем просто взять длинную шпильку протощить насквозь втулки и одновременно закручивая гайки сжать оба подшипника достаточно ровно либо взять специальный пресс специальный пресс это та же самая шпилька с двумя гайками только там вместо гайки ручки поэтому вы делать так как вам удобно из исходя из того какие инструменты есть у вас все подшипник у нас запрессован ось у нас вставляется в него с таким легким легким усилием то есть она садится посадочное место и все ясно сейчас 2 подшипник смазываем уже вставляем ось и точно так же запрессован дальше пыльник и накручиваем шляпки после того как подшипник запрессован можно вот эту вот каемочку тоже смазочкой помазать. Это нужно для того, чтобы влага внутрь не проникала. То есть вы когда закрутите эту шляпку до конца, здесь будет такой из смазки пыльник, и он не даст воде попадать внутрь. Но это делать в принципе не обязательно, потому что у нас подшипники закрытого типа. У нас все было на смазке собрано, собираю так же, то есть пыльник с обратной стороны смазываю немножко смазочкой, чтобы создать такую пленочку. Надеваем пыльник на вот эту шляпку и просто все это закручиваем. Также вот эту бахрому резиночки, вот эту внешнюю часть смажем. Сейчас смазочку чуть-чуть я нанес, сейчас побольше нанесу, для того, чтобы опять же вода не попадала под эту резинку. То есть это у нас будет такой пыльник из смазки. Все, прома установлены ровно, без перекоса. Теперь втулочка крутится вообще идеально, до этого она не вращалась, то есть мне сильно не хватало провернуть ось. Сейчас все замечать. Ну и параллельно, пока у нас тут происходила переборка втулки, я помыл кассету, немножко обезжирил. Поскольку цепь не будет меняться и мыться не будет, то просто ее слегка в порядок привел, то есть не стал ультразвуком чистить, ничего. Просто убрал песок, чтобы было красиво и приятно клиенту, что у него новая чистая звездочка. Вот, переборка колеса закончена. Переборка втулки 350, переборка барабана 350. И теперь все крутится отлично. Подшипники у нас внутри втулки Vision стоят с маркировкой 6300 или 6000 RS. Все крутится замечательно, но, конечно, один подшипничек чувствуется, что он с износом. Вот. Но я так думаю, что еще на год, на два его хватит точно. То есть по сравнению с тем, что я не мог одной рукой ось провернуть, а сейчас он в свободном ходе крутится колесо, все очень замечательно. Вот так вот у нас выглядят ролики заднего переключателя. То есть ездили на этом велосипеде много. Роль крутится хорошо. Но, конечно, немножко шумит. Довольно оригинальная рама с горизонтальными обратными дропаутами. Потому что у нас есть переключатель. И внутри дропаутов есть даже натяжитель, чтобы можно было втулку двигать вперед-нададо. Там, видите, винтик такой. Не знаю, зачем это сделано, но, видимо, какой-то смысл в этом есть. И также вот у нас задние перья, видите, на бонках, то есть они откручиваются. Видимо, здесь есть небольшой люфт, потому что рама карбоновая. И, возможно, она пружинит. Так, опять не показываю всю раму целиком. Значит, в прошлый раз у нас колесо делал буквально один оборот и останавливалось. Сейчас вот оно крутится достаточно хорошо. То есть, конечно, потери какие-то есть в подшипниках. Но крутится намного лучше, чем до этого. И теперь у нас каретка на внешних подшипниках. Что-то с ней тоже не очень хорошо. Сейчас надо посмотреть, разобрать, почистить. Еще у нас где-то внутри рамы вода есть. Вот такой вот поток сейчас. Каретку закручиваю. Где-то непонятно, но где-то вытекает. Видимо, есть какие-то отверстия в дропаутах. Из них льется вода. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ